Всем привет! На связи Денис и в этом видео я отвечу на вопрос как сделать так, чтобы синтезатор реагировал на изменения в VeloCity Это вопрос от Романа Роман просит снять видео про все популярные синты но принцип там везде один и тот же тем более, что у меня не установлены все популярные синты в последнее время я пользуюсь преимущественно Serum но принцип везде один и тот же VeloCity позволяет задавать громкость отдельно каждой ноты пример с использованием VeloCity и пример без использования VeloCity без использования VeloCity звучание более медюшное неестественное, потому что человек так не играет всегда есть какая-то разница между громкостью отдельных нот и это можно и нужно использовать но беда в том, что синтезаторы по умолчанию не реагируют на VeloCity вот давайте я добавлю Serum ну не все, конечно же, синтезаторы встроенные, скорее всего, будут реагировать ну вот допустим Serum мы слышим, что он сейчас не реагирует на VeloCity а все потому, что VeloCity это модулятор, то есть управляющий сигнал который может управлять чем угодно то есть не обязательно громкостью и здесь он доступен нам в списке модуляторов так же как огибающие, LFO так же здесь есть VeloCity в разных синтезаторах он может называться по-разному здесь он называется Velo где-то может быть Velo или полностью VeloCity ну смысл, я думаю, вы поняли и по умолчанию он ни на что не назначен поэтому и не реагирует на VeloCity для того, чтобы начал реагировать надо назначить этот модулятор на тот параметр, которым он будет управлять ну в данном случае на громкость вот находим громкость нашего осциллятора смотрим на каком он значении это 75% вот это значение должно быть где-то 80% от всего диапазона VeloCity то есть мы опускаем эту ручку до нуля и VeloCity назначаем с такой глубиной вот если у нас было 75% то нам надо чуть меньше 100 пускай бы 95 вот, чтобы как раз то значение, которое было у ручки оно находилось где-то в районе 80% от полного диапазона VeloCity и тогда осциллятор будет не только реагировать на VeloCity но и значения будут приближенными к тем, которые были у пианино точно так же это делается и если у нас готовый пресет вот этот это готовый пресет и здесь мы видим, что у нас 4 осциллятора задействованы значит на громкость каждого из них надо назначить VeloCity начинаем по порядку вот у нас сап осциллятор на уровне 8% значит нам надо его убрать на 0 назначить VeloCity на него и вот эту глубину модуляции сделать 10 то есть чуть больше 8 чтобы как раз значение 8 было 80% от этого диапазона ну и так же здесь у нас 75 сбрасываем на 0 назначаем VeloCity здесь у нас вроде как 0 но на самом деле мы видим вот этот значок значит есть уже какой-то модулятор и в подсказочке мы видим, что это макро 1 и макро 2 вот макро 2 где-то досюда макро 1 досюда поднимает этот уровень осциллятора поэтому VeloCity ну надо на слух ну где-то примерно тоже вот в этом диапазоне назначим так и что у нас еще? ноис осциллятор видим, что он управляется огибающей 2 максимум до середины доходит и VeloCity тоже назначаем до середины вот например пресет у которого уже по умолчанию VeloCity управляет частотой среза фильтра ну и во всех остальных синтезаторах принцип тот же самый допустим в синтезаторе Zebra сейчас инициализируем пресет и вот у нас громкость я вставлю сюда эту партию сейчас он не реагирует на VeloCity здесь мы можем назначить модулятор и вот он VeloCity увеличиваем его амплитуду на плюс 100 и вот он уже реагирует на VeloCity точно так же можем добавить сюда фильтр и назначить его частоту среза на VeloCity тоже вот так это делается в Zebra ну и во всех остальных синтезаторах по тому же принципу то есть вам достаточно найти этот модулятор VeloCity и назначить его на громкость на частоту среза фильтра и на любой другой параметр который вы захотите Dune 3 я довольно редко им пользуюсь поэтому я не знаю где здесь находится параметр VeloCity если он здесь вообще но в большинстве синтезаторов есть матрица модуляции вот захожу в нее здесь можно выбрать в принципе все параметры которые только есть и вот я тут тоже вижу VeloCity вот амплитуда это скорее всего глубина модуляции и чем он будет управлять вот здесь можно выбрать вот осциллятор 1 Volume так давайте сюда это ставим ну слышно тоже что влияет VeloCity вот можно также добавить еще на что-нибудь что у нас тут еще второй осциллятор тоже есть VeloCity осциллятор 2 Volume еще более явное влияние теперь ну и для полного счастья давайте еще и на фильтры назначим вот фильтр 1 готов тоже здесь не на 100% давайте на 50% сделаем а во втором фильтре уже на 100% фильтр 2 готов на этом в данном уроке все если он был полезен поставь лайк подпишись на мой канал также в описании под этим видео есть ссылки во первых на мой телеграм-канал для того чтобы не потеряться если вдруг youtube заблокируют и во вторых на donation alerts где ты можешь поддержать меня донатом и задать свой вопрос на который я отвечу в следующем видео на этом все пока до новых встреч в новых видео до новых встреч